Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц и короткие новости от No Mercy Radio. Для тех, кто хочет поддержать копеечку и выход роликов на этом канале, ссылка на донат любым удобным для вас способом есть в описании. Сегодня таких нет. Помните, в одном из новостных выпусков мы обсуждали вот эту фотографию? Перед московским концертом о Матери Даня рассказала мне, что сделана она была. На записи подкаста «История одной песни» Афиши. И вот в паблике Афиша Дейли вышел этот полчасовой подкаст, в котором на 31 минуту вы соединились. Игорь Капранов и Даниил Светлов, чтобы рассказать историю песни «Черно-белые дни», ну и в целом вспомнить тот период в жизни Матери. Получилось достаточно душевно, я с удовольствием все это послушал. Думаю, что многие из вас тоже. А для тех, кто еще нет, ссылку на этот подкаст я оставлю в описании. В этом выпуске рассказываем о песне «Черно-белые дни» группы Матери, одном из ключевых хитов российской альтернативы нулевых. И говорим с ее создателями, барабанщиком Даниилом Светловым и вокалистом Игорем Капрановым. Что вообще из себя тогда представляла альтернативная сцена? Никакой ни радио, ни телевидение, никакой другой поддержки, собственно, не было. А интернета в то время еще активного и такого быстрого и доступного тоже не было. То есть это исключительно сарафанное радио, какие-то близкие друзья, знакомые, ну и, соответственно, тусовка музыкальная, которая так или иначе слушала эти группы. Неплохой сингл под названием «Bronze Serpents» из милейной обложки вышел у американца Power Last Night, когда-то активно промышлявших каверами. Это второй сингл с нового альбома, как и первый он приятненько слушается, в меру попсовенький, но где надо и с тяжеленькими кусками. В общем, мне понравилось, думаю, и пластинка будет отличной. Новый сингл под названием «Горизонт» вышел у недавно сменивших барабанщика крутых ребят из группы «Ермак». Мне показалось, что песня получилась нетипичным для группы, бодрым и добрым около поп-панковским вайбом, но все еще с ощущением, что это «Ермак». Парни из московской группы «Критика» выпустили второй клип со своего нового альбома. Песня называется «Следуй за мной». Кстати, в качестве актера в этом клипе снялся гитарист группы «Смех». 14 ноября ребята сыграют в Нижнем Новгороде вместе с Таймсквэром. Я знаю и помню их еще по предыдущим командам. Все они хорошие, опытные музыканты. Зацените фрагмент клипа, в описании я оставлю для вас ссылку на этих ребят. Ну и пользуясь случаем, давайте я немного расскажу про свою группу. В связи с недавним выходом сингла мы решили немножко приподнять активность в нашем сообществе ВКонтакте и разыграть для своих слушателей небольшую плюшку в виде 500 рублей на телефон или на карту, как вам удобнее. Кому интересно, ссылку на этот розыгрыш я оставлю в описании. А еще в понедельник, 28 сентября в 21.00 по Москве в прямом эфире на этом YouTube-канале в качестве эксперимента мы с вокалисткой сыграем акустический концертик в себе. А стрим программы по заявкам в связи с этим с понедельника переносится на воскресенье, 27 сентября. Так что приходите, буду рад всех видеть. А еще отличная поп-панк и пишка под названием «Все, что было в Вегасе» из трех треков вышла у наших друзей из группы Тренд, которые презентуют ее 26 сентября в клубе «Паразит». «Вход свободный». В рубрике с отгадыванием старого доброго сегодня вот эти попсовые американские ребята, которых, если мне не изменять память, в этой рубрике еще не было. Кто смог отгадать название группы и трека, я думаю, в этот раз это будет легко, пишите их в комментарии. Кто не смог, пишите, на что это, по вашему мнению, похоже. Если тебе еще не дали отопление, желаю, чтобы это поскорее случилось. До новых встреч. Пока. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok